Радовало, что в этой ситуации Арт Костя сидел и рассказывал про то, что Я начинал с 13 супер-мега прокачанными игроками, а теперь у меня 3 лонера Вот, я там смотрю на своих дедов, от которых осталось 4 позиционных игрока, думаю Хрена ты охренел, конечно, чел Притом, то, как он играл с Дио, это просто за гранью добра и зла Там слов нет, одни шипящие Джон, как профессионал, сначала бьет, а потом переводит игрока с мячом Козляк не наказал Ой, блин, Джона, конечно, уже... Вообще, Джон как-то так... Ну, если забыть о воинах, которые не очень Джон так потихоньку вырастил приятную команду обратно Да-да-да, только воины, конечно, оттягивают двое И из-за них во многом Джон как бы и поедет в среднее Ну, есть маг, Ситар, есть маг Маг страшнее любого такла, мне так кажется Чё-то пока прохи не подыхают Да я думаю, все, кто вчера смотрели игру Выражали вот эти вот Нечленораздельные звуки Не люблю я Роттера силой Я считаю, что это очень Своеобразный ресурс Который не так эффективен, как может показаться Это очень дорого и очень мало толка Чисто из-за разложения и что Там, первая встреча с МБКЛ может закончиться карьерой А он при этом оттягивает карман, как два роттера Смел еще С ногой роттера Два роттера с ногой роттера Вот так вот В общем, неодобрительные звуки Внезапно Прошки немножко подайсели Ну, это типа Дарковский Блицер Хубрис Раккард Старплеер, который Любит бить лицо Мне просто что-то кажется, что конкретно с Нурглями Вали Бить лицо тяжело все-таки И сейчас можно очень хорошо посадить зверя Сейчас вообще можно окружить эльфов Загнать их в один особый загон И отжарить их во все места Джон, правда, почему-то Постоянно Блицует без ПО Там, конечно, есть одна взятка Но выглядит это как-то так Да Это хорошая позиция Осталось еще поставить СФ вот сюда Да я просто читаю мысли В общем Не то, чтобы эльфы окружены Но теперь эльфам уже тяжело что-то придумывать Им тут надо немного пометать карасиков А это уже тяжело Это та игра, где эльфы кончились То есть ты хочешь сказать Это почти любая нормальная игра, где кубы справедливые Ну это Да, ну типа На самом деле это проигранный матч Скорее, ну ладно, не проигранный матч Но по сути Если Джон сейчас даст хотя бы половину пробоев Драйв точно проигран Повезло повезло хорошо работает вы сами поняли что ну да ну это расплата минус к муву ну тут повезло не у нее нет а джон тут по-моему сказал вы знаете как вот тут сашка из передачи кохаем и убиваем детей до сейчас я буду кидать все удары ну его тяжело винить как бы тут валя дал как бы валя дал а джон такой ну я возьму знаете взял конечно не все но неплохо получилось то есть эльф то уже хорошо так просели странно что не остался в контакте с козлом мне кажется был смысл о байт на мага пацаны ну кстати очень дешевый байт валя зря повелся хотя маг божественный упали все кроме меча что ли да но маг божественный но проблема в том что почти все эльфы лежат и мяч теперь тяжело выцарапать но маг крутой при том что не падение зверя или не падение воина могли убить игру сразу но правда и так все очень плохо надо еще помнить что подскок у коз а козлика фалить будут ребят козлику наступит на еще чло чё-то ували какой-то полный анлак 11 на фале да думаю стоило ситар согласен но я бы еще выразил что просто глядя на этот матч ощущение что он такой довольно логично проходящий как бы это странно не звучало то есть валя отыграл посредственно валя наказан если говорить коротко но мага точно не стоило отдавать то есть ну как посредственно окей там может быть тогда даже стоило реролить лонера у вали короче тоже кончилось команда пацаны все и это кончилось еще до этого матча но тут по ощущениям как совсем плохо. Мда. Ну, была попытка. Попытка кончилась. Чё-то прям совсем жестокое наказание, вам не кажется? Нет, я всегда рад посмотреть на то, как умирают эльфы, но что-то в Валю залетело почти всё. И даже немножко больше. Ну, спасибо, что ПО нету. Собственно, остаётся только один разумный вопрос. А где все эльфы? Безопасный делается удар. Да, правильный блиц. Без вопросов. Жадный РР. Я чё-то боюсь, что к девятому туру у Вали вообще ничего не останется такими темпами. У него ещё игра с гусём, по-моему, да? Там, по-моему, гусь, варвар и я. Выглядит грустно. Мне просто кажется, что если у про-эльфов нету хотя бы там двух-трёх звёзд, то ловить такой команде вообще ничего. О-о-о-о! Валя решил поиспытывать судьбу. Понятно. Испытал. Испытал. Так. Ну, не смерть. Хорошо. Какие две шестерки прям вовремя? ПО. Ну, хоть где-то кто-то не сломался. Здесь только красные кубы из СФ Нового Горда. Да. Я еще удивляюсь тем, что Валя не просто как бы, ну, получает в щечло. Заметьте, что в него залетают практически все перманентные травмы, там, вот это вот. То есть у него не просто плохие кубы, а прям вот... Тоска. Сели эльфики. Ну, здесь простое проталкивание, к слову, козлика. Было. До этого момента. Ладно. Зверя садится в идеальную позицию. Зверя все устраивает. Эльфы окружены и... А. Ну, так тоже можно протолкнуть. Окей. И сейчас Джон уйдет... А. Нет. Я думал, он влево уйдет. И пробежит, типа, подойдет еще. Ладно. РР. Ну, сейчас, если шестерка, то уход влево в закат. Пробой, типа, нужен. ПО. Удивительно. Ну, а тут еще маг... А, не, маг-то потрачено уже. Блин, еще улурглей маг. Ну, тут, как говорится, все. Ну, да, есть попытка фала. Попытка фала ПОшера в этой ситуации, чтобы Джон тоже ощутил. Какая сложная игра. Ну, блин, ногогрыз не души. Бывает. Эльф совершил ровно одну ошибку. А, ногогрыз. Тебя же Ситар искал, типа, на тему того, что ты, зараза, тему нормально не оформил. С трофеями и прочим. Ты ка ее там оформишь? Ситар говорил о том, что, как бы, трофеи надо регистрировать побыстрее, как бы. А не, вот, когда получится. Где твоя тема? Эльф сделал ошибку, когда решил пожадничать в 1D, нашел единичку и даже не стал ее ролить. При этом у него было миллион контактов. По сути, в этот момент игра кончилась. Ну, имеется... Ладно, не игра, это драйв. Ну, вонтернить тут, конечно, будет, мягко скажем, проблематично. Я бы даже сказал, вонтерном тут не особо пахнет. Там Ситар, к слову, ведет потихоньку. Он сделал предварительные итоги. Правда, сезон, по-моему, еще будет длиться примерно 20 лет и очень-очень-очень предварительные итоги. Сейчас скажу. Я катну только тут. Еще 37 дней. Да, и что-то, конечно, по трофеям там как-то все уныло. Ну, понятно, Ситар. Ну, скажем так, по-моему, по жалким трофеям впереди всех ногогрыз? Из мастодонтов только Саша что-то делает. Ну, и из шакалов тоже ногогрыз. Короче, Ситар придумал турнир для меня и ногогрыза. Шутка, конечно. Повезло. Это был важный бросок. Ой-ой-ой. Не то, чтобы это сильно решало именно минус, но просто приятно. Ну, да. Я бы сказал, довольно близких матчей. Ну, я все понимаю Но что-то ощущение, что Джон Немножко это Перебычал, я бы сказал Да, Ситар Я согласен с тобой Ну, надеюсь, что Ты тоже с Кащаем сможешь показать Что скилл может Может сражаться с Лаком иногда Вот так вот Ну, или Лак может бороться С большим Лаком Окей Ну, сейчас Паушер поднимет Мячик и все Все Я боюсь Ситар Ну, говорю, Кащея в этом сезоне Дико прет Прет прям не в себя Поэтому я Я за тебя опасаюсь Я так На вскидочку не могу вспомнить Где Кащей на скиле бы выиграл В этом сезоне Ну, разве что В самом первом матче Потому что там у Джона Какое-то помутнение было Ну, такое Вчера вот все видели Помутнение Арт Кости Из ниоткуда Ну, вот так вот Я даже боюсь Пересматривать матч Арт Кости Потому что Вот Ребята Там Лока какой-нибудь Я не знаю Еще кто-нибудь Просто Если вы не боитесь Посмотрите Вчерашнюю игру Арт Кости Я Уверен Что вы такое Не видели Примерно Никогда Потому что Когда я вспоминаю Вчерашнюю игру Арт Кости Я просто Воу В легком ауте Быстрый матч вышел Шестерки Очень круто Залазят у Джона Бестакла Их прям Дофига Эльфы просто Кончились По сути Господи Валя явно Где-то согрешил Судя по Дайсам Я вообще удивлен Что это не перманентка Надо кстати Качать Надо давать Надо качать Пасом Эту дрянь Ребята Надо пас И гол сделать Силовиком После этого Силовик берет Крепкие руки Ну не знаю Ладно Крепкие руки Может не так себе Там кинуть Гард например И вообще клево Я вспоминаю Что у меня был Блоджерный козел С силой Агилой Вообще топовый игрок Даже без особых навыков Тащил катки Даже когда ему Ногу сломали Мистер Валентин Зачем Вы сражаетесь? Зачем Вы снова Встаете Мистер Валентин? Ради чего? Ради того Чтобы Джон Не прокачал Нужного козла? Ну Благородная цель Конечно Без вопросов Джону кстати По хорошему Надо вообще Давать вкладку Воину Так Если подумать Мда Я попробовал На месте Джона В такой игре Депрессуху Прокачать Вот так вот Привет Фебриус Ну тут Что-то тут По-моему Все сгорело Враги Сожгли Родную Хату Убили Всю его Семью Пуру Пуру Пу Вот тут примерно То же самое Тут Кажись Враги Не просто Сожгли Хату А не знаю Прям Еще чему Нургла Туда ввели В таких матчах Джон обязан Качать Вот Всяких Таких Ребят Еще ИРР Пушер СМБ КЛ И так далее И так Качнется А вот Воины Будут качаться Очень долго Вот Фебриус Согласись Что Если не Прокачать Воина Вкладкой То это Гемор Воину Хотя бы Блок Нужен Чтобы Играть А у Джона Два Воина Новых Спасибо Пупку К слову Пупок Похоронил Обоих Воинов Да А Пупок Похоронил Давно Похоронил Еще В шестом Туре То есть Прошло Девять Матчей И Оба Вариора До сих пор С ноль Опыта Это К вопросу О том Что их Надо Катать На Этом Что им Надо давать Вкладки Понятно Что-то Какое-то Дайсон Насилование Вот Единственное За что Валя Может Побороться За то Чтобы Не пропустить Третий Мяч Звучит Конечно Не очень Весело Мягко Скажем Ну Кстати Я смотрю Пивас И думаю Рано Еще Ноит По поводу Вылета Потому что Я вот Смотрю Там Значит У Айс Рейна Семь очков Но он уже Сыграл Седьмой Тур У Вали Шесть У Джона Шесть У Дара Пять И у Пиваса Четыре То есть Кто-то Один Из них Может Не вылететь Я думаю Что там Еще Пивас И может Побороться За то Чтобы Остаться Он там Уже Сдался Как бы Да Но я Думаю Что Пивас Может Попробовать Главное Не тильтовать Как мы Это Любим Говорить Так Похоже На третий Гол По крайней Мере Выбить Тут Мячик По-моему Очень Проблематично Я бы Сказал Что в Принципе В этой Игре Практически Все Что Угодно Сделать Уже Весьма Проблематично Слушай А с кем Счетом Они Закончили Так Ребята А Джон То Не Забьет Вот Интересно Прям Ну Ты Главное С Тоттенштили Опять Не Играй А то Он Тебе Объяснит Вот Так Вот Слушай Тоттенштили По-моему Рерольнулся Если Мне Не Изменяет Память Подожди Сейчас Я Посмотрю Оказалось Что Тоттенштили Рерольнулся Может Я Путаю Да Он Теперь На Зонках Играет У На Правда Как-то Очень Тоскливая Притом Что У него Неудобных Матчапов Практически Не Было Клан Пи Вроде Считается Трофеем Вроде Считается Клан Пи Отлично Унижает Всех Нас Я бы Сказал Последнее Время У Меня Вот В Коле Тоже Как-бы Один Козел Уже Радость У Меня Спи Все Довольно Плохо К слову Говоря Я С ним Не так Много Играл Но Каждый Раз Как-то Шляпа Происходило Даже стало интересно Сейчас гляну Я два раза проиграл дворфами Пишникам Еще проиграл хаосу Пишному Тоже на гномах То есть у меня из всех трех Моих поражений на гномах Все три Пишникам Но правда все три супер нелепые Такое бывает Так А мазохизм как играет? Сейчас что-то мазохизм не грузится Ну у меня с Пишниками все время Какая-то полная шляпа была В плане Меня драли кубами И все Ну играли они в целом Там один играл нормально А другой просто животное А ну понятно Джон решил пофармить Я понял Пытался дать пасы Покачать этого паренька не получилось Бывает А он все равно качнулся Молодец Да На нурглях я играл Только А Проиграл 3-0 Хаям Пишным И сыграл еще с бигами В ничью Который должен был выигрывать И Эх ладно С этим нелепым Четырьмя Не подборами Подряд Тоскливый матч для Вали